Всем привет! Сегодня я расскажу вам о фантастическом триллере «Чудо-ребенок». Перед просмотром прошу подписаться и поставить лайк этому видео. Выдающийся психолог Джим Фонда, который думает, что знает о детях все, попадает в исследовательский центр, где содержится его пациентка. Военный полковник Берч предупреждает, что он не должен трогать девочку, не оставлять ничего вблизи ее рук. Если исследуемая о чем-то просит, нужно получить разрешение, прежде чем дать ей что-то. Джим сомневается в необходимости таких мер. Сотрудник просит ни в коем случае не освобождать пациентку. А если она освободится, ему нужно будет лечь на пол и прикрыть голову руками, не пытаться выйти из комнаты, не пытаться снова привязать пациентку. Доктора приводят в комнату, где он знакомится с коллегами. Психиатром доктором Китоном, главным специалистом Райаном, стажером-биохимиком Вернером. Джима отводят в комнату, где он видит сидящую за столом девочку в смирительной рубашке. Обладая внушительной практикой, он был уверен в том, что уже никому из пациентов не удастся его удивить. Но девочка сразу поражает доктора своей дерзкой проницательностью. Девочка тонко чувствует все уязвимые точки психолога – его отстраненность, проблемы в семье, одиночество. Джим пытается наладить связь с Элли, но девочка сразу замечает его лезть и просит переходить сразу к сути. Ученые сообщают девочке, что даже не читал ее дело. В отличие от других психиатров в дизайнерских костюмах и дорогими часами, чем заслуживают уважение пациентки? Между ними завязывается разговор, и девочка готова его продолжить только на сытый желудок. Поэтому требует Джима перенести ей арахисовое масло, банан и цельнозерновой хлеб. Чипсы или сельдерей, не забывая едко подметить, чтобы хлеб был без корочки. Доктор возвращается в комнату наблюдения, между коллегами завязывается спор. Джим сообщает о выдающемся интеллекте Элли, но команда обеспокоена другим. Китон отмечает серьезный комплекс превосходства и жестокость пациентки, но психолог хочет убедиться в этом самостоятельно. Райан приносит еду для Элли, и эксперимент продолжается. Вернувшись в комнату допроса с едой, Элли встречает доктора с замечанием, что свободными руками есть гораздо удобнее. Но, вспоминая запрет полковника, Джимми игнорирует ее манипуляцию. Девочка рассказывает, что они с матерью часто переезжали из города в город, чтобы она не попала в учреждение, подобное этому. Элли говорит о своем отношении к любви, и что родители любят своих детей только пока могут их контролировать. Что ей пришлось избавиться от своей матери, так как она сдерживала ее. Из чемодана доктора случайно выпадают карточки с тестом Роршаха, и девочка предлагает его попробовать. Джим начинает показывать карточки. На первой девочка узнает собаку, которую она как-то нашла на улице. Ее переехала машина. Кровь стекала в кювет. На второй она видит газовую камеру Второй мировой войны. На третий опухший глаз полковника Берча. Команда за стеклом понимает, что девочка явно играется с психологом. Иуда повесился. Авария на дороге. Его сердце бьется лежа на капоте. Это похоже на побитую женщину. Женщина выглядит как миссис Оливия. На следующей карточке девочка описывает смерть психолога. На последней – голову ее мамы, расколотую пополам. Доктор сообщает о тенденции в ответах Элли и пытается выяснить, чего она боится, переворачивая ее хитрую игру. Девочка задает вопрос. Что у них за причина привязать девятилетнюю девочку к стулу? Что люди делают, когда встречаются с неизведанным? С тем, чего не могут понять. Это их пугает. Элли понимает, что она другая. Джим не первый, кого Оливия присылает сюда, чтобы понять суть ее существования, однако девочка уверена, что он будет последним, потому что ученые собираются вскрыть ее мозг для изучения. Доктор возвращается в комнату, убедится, что слова девочки правдивы. Вернер объясняет, что единственный способ изучить мутации пациентки – это изучить их изнутри. Оливия объясняет, что Элеонор делает вещи, которых они раньше не видели. Очень опасные вещи. Психиатр ссылается на то, что девочка асоциальна, у нее тенденция манипулировать, что она социопатка. Джим искренне не понимает оправданность убийства девятилетнего ребенка. Полковник Бердж сообщает, что ее должны казнить завтра. Оказывается, девочка уже год находится под наблюдением в этом исследовательском центре. Для принятия решения об эвтаназии нужно единогласное решение. Оливия объясняет, что изменит мнение, если остальные дадут ей последний шанс достучаться до нее. И этот последний шанс – визит доктора Фонда. Он возвращается в комнату с шахматной доской. Девочка насмехается над оригинальностью аналитических методов, но соглашается сыграть партию при условии, что ее развяжут. Несмотря на строгий запрет полковника, Джим решается освободить ее. Сняв с девочки смирительную рубашку, психолог возвращается к своему стулу, чтобы подвинуть доску к девочке. Но фигура начинает перемещаться сама. Так Джим узнает сверхспособности главной героини. Первые ходы – самые важные. Они формируют всю игру. Девочка превосходно играла и ставит рекорды с компьютером, но Джим убеждает ее, что игра с живым соперником гораздо интереснее. Во время партии между соперниками завязывается разговор о том, как они познакомились с Оливией, о его семье. Доктор расспрашивает о матери Элле. Девочка ставит шах. Они разговаривают о качестве ходов, шах и мат. Психолог побеждает. Девочка раньше никогда не проигрывала. В ярости она переворачивает стол с шахматными фигурами и просит Джима сыграть еще раз. Он отказывается и уходит, подметив, что если бы он проиграл, то вел бы себя более достойно. Доктор просит доступ к личным вещам мамы Элле. Команда настаивает на неуравновешенности пациентки. Доктор объясняет, что при игре девочка подсознательно защищала королеву, связав ее с образом матери, что указывает на присутствие эмпатии и просит у Оливии больше времени, чтобы помочь ей. Элле продолжает задевать психолога, фантазируя о причинах его развода с женой. Джим объясняет, что несколько лет назад они потеряли ребенка. Жена не справилась и ушла. А он стал работать с детьми. Своим рассказом о том, как отпустить чувство вины, он задевает и чувство девочки. В разговоре Элле угрожает полковнику Берчу и демонстрирует свою силу. Команда решается ее подавить ультразвуком. Джим пытается ей помочь, но девочка отбрасывает его силой. Полковник приказывает увеличить мощность, но кажется, это перестает помогать. Борьба продолжается. Берч приказывает увеличить мощность до максимума. Это может убить девочку. Когда доктор приходит в себя, он узнает, что Элли готовит к переводу и уговаривает Оливию дать ему еще один шанс помочь девочке. Команда явно против, но агент Прайс берет на себя полную ответственность и дает понять, что если есть хоть один шанс ее спасти, то грех им не воспользоваться, ведь они отправляют девочку на верную смерть. Джим снова попадает в комнату, где Элли в смирительной рубашке. Маски и привязанная к тележке для перевоза ожидает своей участи. Психолог просит рассказать, что случилось с ее мамой. Девочка противится, объясняя это тем, что она ждет своей казни. Вырывается полковник Берч, возмущенный тем, что все прошло мимо него. Он просит Райана пустить заряд, но тот обманывает его, дабы выиграть время для доктора. Джим пытается разговорить Элли. Он верит, что за маской грубый, расчетливой социопатке скрывается любящий, беззащитный ребенок, которого мучает чувство вины. Психолог понимает, что она боится жить дальше, поэтому позволяет так обращаться с собой. Дверь в комнату начинает выбивать. Джиму все-таки удается спровоцировать девочку на разговор, но он явно ей не нравится. Она откидывает психолога в угол комнаты. Предметы взлетают в воздух. Полковник снова приказывает дать разряд, но Райан не может пошевелиться. Девочка управляет его рукой. Она продолжает душить доктора и говорит о своей вине и саморазрушении, о том, что ее провокация может убедить ее стать монстром, который люди хотят ее видеть. Но Джим верит в то, что Элли сама вправе выбирать, какой ей быть. Он протягивает ей подвеску ее матери. Дверь выбивают. На полу сидит плачущий беззащитный ребенок, которого утешает доктор Фонда. Элли, переполняя чувство сожаления, кажется, она впервые поняла, что это был несчастный случай. В заключительной части фильма психолог и пациентка вновь играют шахматную партию, болтая о новой жизни девочки. В этот раз Элли побеждает. Шах и мат. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!